Продолжение следует... Продолжение следует... Считаю, что это хороший, мощный ресурс для решения сложных и, главное, масштабных и востребованных задач, перед которыми стоит наша страна, наша экономика. Какие направления работы считаю наиболее важными на сегодняшний день? Прежде всего, агентство должно и дальше сохранять баланс между поддержкой конкретных проектов и участием в решении системных вопросов развития экономики и социальной сферы. Собственно говоря, мы с самого начала об этом с вами и договаривались работать именно в таком режиме. В такой логике и строилась работа по национальной предпринимательской инициативе. Вы помогали людям преодолевать административные барьеры, проблемы, с которыми они сталкивались, а на этой базе уже вносились изменения в законодательство. Менялась деловая среда в интересах всего бизнеса. Ключевыми индикаторами происходящих изменений является национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах. Сейчас мы приступаем к этой работе, и думаю, что это действительно востребовано. Мы видим, что в отдельных регионах происходит, и разница очень большая, и, конечно, нужно выявлять наилучшие, как мы говорим, практики, и способствовать их внедрению. Цифры известны. В рамках подготовки рейтинга были проведены опросы, в которых добровольно по собственной инициативе приняло участие более 200 тысяч экспертов и предпринимателей. Это, конечно, такая выборка очень солидная и говорящая о том, что выводы будут объективными. В этой связи, конечно, хотелось бы услышать сегодня, как ведётся работа по формированию национального рейтинга инвестиционного климата в целом, как вот она продвинута, эта работа. И когда будут представлены итоговые результаты. Далее. В послании к Федеральному собранию, как вы знаете, мной было предложено реализовать национальную технологическую инициативу. Её смысл в том, чтобы создать условия для развития в России наиболее перспективных отраслей, которые станут ключевыми через 10, 15, а может быть и 20 лет. Договорились, что агентство привлечёт к этой работе и учёных, и представителей бизнеса, и молодых исследователей. Также агентство с участием институтов развития было предложено разработать механизм поддержки наших компаний несырьевого сектора. Мы вчера вот говорили на съезде деловой России по этой теме и слышал предложения, которые прозвучали от наших коллег из бизнеса о том, что нужно создавать вот эти так называемые инвестиционные лифты, создавать дополнительные инструменты для поддержки несырьевого экспорта. Вы знаете, что правительство сейчас принимает соответствующие решения, и такие инструменты создаются. Знаю, что и ОСИ тоже в этом направлении работает вместе с РФПИ. Важнейшие условия развития новых отраслей в целом и роста экономики в целом, конечно, это квалифицированные кадры. Вчера на мероприятиях, мы тоже об этом говорили, специальная сессия была посвящена, специальная площадка была выдана для обсуждения этой проблемы. Отмечу, что ОСИ уже реализовала очень важные инициативы в сфере профессионального образования. В том числе агентство помогло организовать национальные чемпионаты рабочих профессий. Мы сегодня на встрече с правительством тоже об этом говорили. У нас появляются свои чемпионы, причём очень яркие молодые люди, что очень радует. Я считаю, что нужно обобщить эти все инициативы в этой сфере, выстроить целостную систему подготовки квалифицированных кадров с учётом лучших международных практик. И давайте тоже эти предложения обсудим. Ну и, конечно, говоря о подготовке кадров, мы должны думать на перспективу на 20 и даже более лет. И именно поэтому считаю правильно, принципиально важным развитие дополнительного образования и поддержку талантливых детей. Хотел бы услышать и в этом смысле ваше предложение, какую роль здесь может сыграть бизнес, какая поддержка государственная дополнительная необходима. Ну и, конечно, роль агентства здесь была бы тоже, было бы востребовано поднять роль агентства, имея в виду дополнительное дошкольное образование, ну и школьное тоже. Давайте вот все эти вопросы пообсуждаем. Слово Андрею Сергеевичу, пожалуйста. Хорошо, я понял, разрешите, я по первым вопросам сразу доложу. Уважаемые члены Совета, действительно, без формирования сообщества активных, позитивно мыслящих людей вокруг АСИ, мы сейчас это очень чётко понимаем, наверное, ни один наш проект не смог бы быть реализован должным образом. Говоря о результатах, я хотел бы начать с национальной предпринимательской инициативы. Сегодня, благодаря работе бизнеса, благодаря позиции правительства, большая часть тех мероприятий, которые указаны в дорожных картах, реализованы. И мы рассчитываем, что эта работа до конца года, вот именно по нормативной базе, она в целом будет завершена. В то же самое время, понятно и очевидно, что изменения к лучшему должен чувствовать бизнес на территории всей страны. И что мы видим, что несмотря на непростые какие-то вещи, инвестиционная активность у многих регионов не спадает. Проекты не закрываются, инвесторы не уходят, может где-то чуть-чуть замедляется эта работа, но никто не хочет терять те возможности, которые есть в нашей стране. Я считаю, коллеги губернатора об этом говорят, что есть определенная заслуга регионального стандарта, масштабирование которого мы тоже начали в 2011 году. В этом достаточно неплохом результате. В то же самое время, и мы это видим, что условия ведения бизнеса от региона к региону различаются, вот национальный рейтинг, он нужен для того, чтобы никто не путался там, где какие документы на стройку нужно получать, где как подключаться к электросетям, чтобы условия ведения бизнеса по всей стране были более-менее качественными и однородными. В том году мы провели пилотную апробацию, по итогам этой пилотной апробации мы сделали определенные выводы, я чуть попозже об этом расскажу. И хотел бы вернуться к проектам, к тому, с чего мы начинали, к тому, что является основой нашей работы, вот, собственно говоря, откуда мы берем все мысли, все идеи. 107 проектов за 4 года было поддержано, были одобрены нам советом, открылись новые предприятия, получили возможности для роста существующие. Очень широкий отраслевой разброс, это машиностроение, приборостроение, энергетика, биотехнологии, IT, радиоэлектроника, медицина, сельское хозяйство, в общем, все, кто хотел из любых отраслей, мы всех принимали к себе. Сняты базовые ограничения для негосударственных детских садов. В 24 регионах проекты в сфере частного дошкольного образования реализованы. В рамках детского отдыха реализован механизм сертификатов, которым более 150 тысяч детей уже воспользовались. Создан и работает фонд поддержки слепоглухих. Герман Оскарович возглавил ОНОП-совет. Реализован целый ряд инициатив в сфере профессионального образования. По сути, можно говорить о том, что, наверное, мы запустили определенный движок изменений в этой области в сфере подготовки кадров. Эти изменения коснулись не только самих образовательных учреждений, но и сотен уже промышленных предприятий. Россия в Международном чемпионате рабочих профессий. Что важно, уже 20% колледжей нашей страны, 20% техникумов в этом участвуют. Вот очень скоро, и мы надеемся, что количество потихонечку начнет переходить уже в качество подготовки. У нас это не будет просто какой-то эксклюзив, а это будут все рабочие, будут выпускаться по тем требованиям, которые предъявляет современная экономика. Завершая короткое подведение итогов, хочу сказать, что все задачи, которые ОНОП-совет перед нами ставил на протяжении четырех лет, в целом они выполнены. Мы вроде как каждый год отчитывались. Говоря о стратегии развития ОСИ до 2018 года, мы выделяем три основных направления работы. И здесь мы как бы руководствовались тем, что с одной стороны необходимо помочь обеспечить устойчивый рост экономики, а с другой стороны создать условия для увеличения нашей глобальной конкурентоспособности в условиях дефицита ресурсов. И первое направление, первый вектор нашей работы – это формирование условий для глобального лидерства. Сюда мы относим три стратегические инициативы. Это национальная технологическая инициатива, инвестиционный лифт для средних компаний и кадровое обеспечение промышленного роста. Национальная технологическая инициатива стартовала. Стартовала она в головах людей. Дмитрий Песков расскажет об этом подробнее, но уже несколько тысяч человек думают, планируют, проектируют то будущее, которое наступит к 1935 году. Мы понимаем, что дорога к технологическому лидерству будет трудной и где-то даже по-хорошему скучной. Нам никуда не уйти от нормативной правовой базы, стандартов, планов, ответственных за их исполнение. Поэтому по аналогии с национальной предпринимательской инициативой будут подготовлены определенные четкие планы, можем их назвать дорожные карты. Каждый год потихонечку снимать, снимать, снимать барьеры, которые все это должно помочь нам двигаться вперед. Такая работа уже началась. Инвестиционный лифт для средних компаний. В отличие от национальной технологической инициативы, горизонт реализации этой задачи уже наступил. Нам сегодня нужно запускать этот лифт, нам нужно сделать так, чтобы российские компании, средние, становились глобальными, глобально конкурентоспособными. И мы, если нам совет одобрить, готовы уже, в общем-то, завтра эту работу стартовать. Кадры, как многие предприниматели сегодня говорят, многие успешные предприниматели, это главные ограничители экономического развития. И кадровое обеспечение промышленного роста – это реакция на этот запрос. Основой этой инициативы станут проекты, связанные с дуальным образованием, повышением престижа рабочих профессий, гармонизацией профессиональных стандартов. На выходе мы хотим получить такую систему среднего профессионального образования, которая будет работать и с существующими, и с будущими запросами нашей экономики. Новая модель системы дополнительного образования детей – это инициатива, по сути, такого современного кружкового движения с упором на научно-технические дисциплины и с государственно-частным партнерством, которое предполагает создание сети опорных центров по всей стране. Отдельная история – это инициатива «Новое качество людей с ограниченными возможностями для здоровья». У нас порядка только 30% инвалидов, трудоспособных, работает, и большая часть из них уходит после первого года работы. Это связано во многом с тем, что у нас нет условий, нет правильных и технических средств реабилитации. Все это некрасиво и неудобно. Мы здесь совместно с Министерством промышленности начинаем работу по, по сути, конструированию целой отрасли, с новыми производствами, с поддержкой малых инновационных компаний. Целевой показатель – это 100% доступ людей с ограниченными возможностями к так красивым, удобным и технологичным средствам реабилитации. Это часть третьего блока работ, который вошел в нашу стратегию. В рамках будет продолжена работа и по национальной предпринимательской инициативе. Если в этом году мы всю нормативную базу закончим, то очевидно, что где-то мы, может быть, ошибемся, где-то эффект будет не тот, который мы ожидали. И очень важно в 2016 году нам оценить, как будут работать принятые решения, как, что мы можем сделать дополнительно для того, чтобы не снижать темп. Поэтому усилится роль клуба лидеров, роль контрольных закупок, роль оценки предпринимателями на местах. Самый главный инструмент нашей работы по оценке инвестклимата в регионах – это национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Результаты прошлогодней пилотной апробации стали основой для образовательной программы для региональных команд. Мы совместно с Российской академией народного хозяйства, Сергей Ильич Воробьев в этом участие принимал, создали обучающую программу, показали всем желающим, руководителям регионов, их вице-губернаторам, региональным командам те возможности, которые они могут использовать, где они могут сократить свои бизнес-процессы, сделать проще и доступнее процедуры. И, конечно, мы с нетерпением ждали эффекта. Национальный рейтинг показал, что эффект есть. У нас в целом худшие практики стали чуть лучше. У нас регистрация предприятия была от 10 до 22 дней, а стала от 8 до 16. Стройка была 41, день 540, самый плохой результат. Теперь 35, 268. То есть те регионы, которые были в квасе, они себя увидели и начали подтягиваться к лучшему. Отдельно, ну, может быть, не могу упоминать всех, но ту динамику, которую продемонстрировала Москва, я хотел бы отдельно упомянуть. Это очень важный регион для бизнеса и видно, что сделано за год было очень много. Теперь важно, чтобы этот процесс стал необратимым и постоянным. Поэтому каждый год мы к питерскому форуму подготовим результаты, вам доложим. Потом мы выявим эти лучшие практики, проведем обучение и будем повторять это из года в год, чтобы у нас эта динамика, она постепенно, пошагово улучшалась. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены НАПСовета, я прошу одобрить проект стратегии Агентства стратегических инициатив и инициативу по развертыванию национального рейтинга. Мои коллеги расскажут дальше конкретно по проектам. Спасибо за внимание. Доклад окончили. Я согласен с теми оценками, которые вы сейчас сами сделали. Давайте мы послушаем коллег, а потом уже поставим точку. Пожалуйста, Артем Григорьевич. Уважаемые коллеги, Андрей Никитин уже рассказал об основных результатах нашей работы. Я кратко остановлюсь на некоторых проблемах и озвучу ряд предложений. Мы в постоянном режиме отслеживаем ход реализации национальной предпринимательской инициативы. По вашему поручению, клуб лидеров совместно с РСПП, ТПП, опорой России, с деловой России проводит так называемые контрольные закупки. Мы, по сути, отслеживаем, как на практике реализуются дорожные карты МПИ в регионах. И предприниматели выступают в роли, по сути, тайных покупателей. Они фиксируют те проблемы, с которыми сталкиваются. И вот мы провели их уже более 200 в 25 регионах. И для придания этой работы публичности мы договорились с Великаналом «Россия-24». И уже было 20 программ выпущено по пяти основным ключевым дорожным картам. И могу сказать, что одна из самых рейтинговых передач. И госструктуры очень активно реагируют на те проблемы, которые там обозначаются. Основной итог всей этой работы. Я могу сказать, что административных барьеров становится меньше. Но работы у нас еще достаточно. Приведу конкретный пример. Челябинск, Челябэнерго. Индивидуальный предприниматель обращается увеличить мощность электрическую. Значит, никакой реконструкции, никаких сложных процедур. Процесс занимает больше года. Хотя официально, нормативно должно быть 4 месяца. Вся у нас документация подтверждающая имеется. Есть и другие ситуации. Обратные. По регистрации предприятия, по онлайн, возникли сложности. Без всяких бумаг, официальных писем. Мы уведомили руководство Федеральной налоговой службы. В течение двух недель вопрос был решен полностью. Сервис заработал отлично. Все нормально. Хотелось бы вспомнить госсовет, где обсуждали вопросы, связанные с малым и средним бизнесом. И как раз и доступом МСП к закупкам госкомпаний. Значит, вот наши контрольные закупки показали, что проблема у бизнеса возникает в самом начале. В начале поиска заказов и подачи заявок на участие в электронных торгах. Общая беда, которую удалось выявить, это огромное количество этих электронных площадок. Только мы их насчитали более 120. Причем у каждой свои правила. И иногда в компаниях держат отдельный специальный штат людей, чтобы отслеживать только вот эти площадки, что на них происходит. И помимо всего прочего, у каждой из них, почти каждый, нужно получать еще электронную цифровую подпись. Яркий тому пример РЖД. Большинство площадок, по сути, напоминает лабиринт. Только на регистрацию на этой площадке потребовалось несколько дней. Коллега-предприниматель подавал участие на тендер одной из дочек очень крупной госкомпании. И ему для того, чтобы заявку приняли, пришлось увесистый пакет документов из Волгоградской области в Санкт-Петербург отправить экспресс-почтой. То есть это, естественно, финансовые затраты. И спрашивается, зачем тогда нужна электронная площадка, если документы все равно направляют. Все эти и другие факты приводят к тому, что вы, Владимир Владимирович, говорили на упомянутом госсовете. Бизнес буксует, деловая инициатива гаснет. Что мы предлагаем? Считаем, что необходима единая электронная площадка для малого и среднего бизнеса, планирующего работать с госкомпаниями или уже работающего. Должны быть единые вменяемые условия для работы. Причем те площадки, которые существуют, они могут спокойно продолжать работать с крупными госкомпаниями. И в мире есть такие успешные примеры. Делегация клуба лидеров была в Южной Корее. Там работает площадка, единая на одной интернет-платформе. Стоимость участия в пересчете на наши рубли 8 тысяч рублей. Для сравнения, на некоторых российских площадках стоимость достигает 120 тысяч рублей. И стоит один раз зарегистрироваться и спокойно проводить сделки, подавать заявки, выигрывать тендер и участие. Владимир Владимирович, если Вы не возражаете, мы этот вопрос проработаем с госструктурами, со всеми ведомствами, с деловыми объединениями и по итогам, по результатам предоставим на очередном наблюдательном совете. Так и сделайте. Спасибо. Следующий вопрос, который бы хотел обсудить, это уже упомянутый инвестиционный лифт. Сегодня в стране много устойчивых средних компаний, которые работают в них сырьевом секторе. Мы их называем крепкие середнячки. И для них ключевым фактором их развития является выход на внешний рынок и реализация их экспортного потенциала. По Вашему поручению, мы проработали с Межэкономбанком и с РФПИ создание отдельного специального механизма инвестиционного лифта для средних компаний. И пришли к единому мнению, что можно постепенно увеличивать долю несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Для информации, в России сейчас по данным Всемирного банка 17% доли несырьевого экспорта, для сравнения в Бразилии 36%, в Китае вообще 94%. И чего недостаточно на сегодняшний день. Уважаемые коллеги, Вы можете сказать, что сейчас в стране создаются и есть институты по поддержке экспорта, и создается национальный экспортный центр. Но вот данная конструкция, она пока нацелена на крупный бизнес. И по сути, чего сейчас не хватает вот этим крепким середнячкам, вот этим самым компаниям. Не хватает упаковки проектов, потому что проекты, по нашему опыту, мы уже знаем, за эти почти 4 года приходят многие сыры, их надо упаковывать. Второе. Снятие барьеров различных административных, мешающих выходу на международные рынки. И третье. Это содействие в предэкспортном финансировании. Вот этого у нас сейчас в стране нет вообще. И сразу оговорюсь, из бюджета мы денег не просим. Партнеры из РФПИ уже подтвердили на первые пилотные проекты выделение до 15 миллиардов рублей. Роль оси здесь, именно ключевая задача, создание и запуск работающего механизма инвестиционного лифта. И мы действительно, как Андрей Никитин сказал, готовы начать работу хоть завтра. И на первом этапе мы считаем необходимым заключить трехстороннее соглашение ОСИ, РФПИ, Национальный экспортный центр. И за каждым участником будет закреплен четкий функционал. То есть это не рамочное соглашение, это очень четкое. Если в отделении денег четкие сроки, четкие даты, то есть не в целом это рамочное соглашение. И думаю, такое соглашение мы уже с партнерами договорились, мы могли бы подписать как раз в рамках международного Санкт-Петербургского международного экономического форума. И если возможно, Владимир Владимирович, хотели бы подписать его в вашем присутствии. Я думаю, что это было бы таким серьезным сигналом для тех предпринимателей, которые собираются выходить на внешние рынки. Прошу поддержать наши инициативы. Спасибо за внимание. Хорошо. Спасибо большое. Так, пожалуйста, Дмитрий Николаевич Песков. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...